Несмотря на то, что уже начался декабрь, гриппа в Тверской области не зафиксирована. Таким заявлением сегодня удивили журналистов в управлении Роспотребнадзора, где по этому поводу даже провели совместную с региональным Минздравом пресс-конференцию. Среди тех, кто слушал победные реляции, был и наш коллега Роман Быков. Более трех тысяч исследований на наличие гриппа провела работающая в Твери специальная лаборатория. Ни в одном случае вирус не был обнаружен. И это при том, что уже осталась позади дождливая осень. Да и декабрь пока не особо заполнился сухой и морозной погодой. В Роспотребнадзоре объясняют такие достижения успешной вакцинации. В настоящий период заканчивается кампания вакцинации против гриппа. Вакцина, поступившая из федерального бюджета, израсходована. Таким образом уже привито 540 тысяч жителей Верхней Волжья. Отмечают в областном Минздраве, добавляя, что свою лепту внесли из школы, ставшие просто образцом сознательности и исполнительности. Если мы говорим об образовательных учреждениях, это режим проветривания, температурный режим в помещениях, это соблюдение дезинфекционного режима, регулярной обработки, соблюдение элементарных правил личной гигиены. Правда, в отличие от гриппа, ОРВИ и пневмонии никуда не делись. Только за прошлую неделю к врачам обратилось около 7,5 тысяч жителей Тверской области, из которых 4,5 тысячи дети. Тут, наряду с традиционными профилактическими мерами, медики советуют самое главное – никакого самолечения. Что важно понимать, если пациент имеет определенные симптомы, инфекции дыхательных путей, там вторая волна лихорадки, о которой я говорила, это своевременное обращение за медицинской помощью. Ну а совсем без этих простудных заболеваний, да в общем-то как и без гриппа, нашему региону в принципе не обойтись. Вздыхают в Минздраве. Ведь Тверская земля сплошь покрыта реками да болотами, со всей их сыростью. Да и расположение Верхней Воложи между столицами способствует тому, что транзитные путешественники нет-нет, да привезут в регион какую-нибудь заразу.